Канал The CW продлил сериал Stargirl по комиксам DC на третий сезон, причём второй ещё не стартовал, он намечен только на 10 августа. Также утверждён второй сезон нового сериала «Кунг-фу». Шоу о приключениях супергероини Кортни Уитмара в исполнении «Брэк Бессенджер» уже давно убедило руководство CW, что в эту историю стоит вкладываться. А вот «Кунг-фу» — про девушку Ники, который отправляется в китайский монастырь и решает начать борьбу с преступностью и коррупцией, стартовал только недавно — 7 апреля. Пока что вышло пять эпизодов, но они показали очень хорошие рейтинги. Так что с обеими барышнями мы попрощаемся ещё явно не скоро. Всем привет, это GSTV. Сегодня вторник, 11 мая 2021 года, и вы смотрите главные новости кино последних дней. Только стало известно, что Матс Миккельсон присоединился к работе над пятым Индианой Джонсом, как сразу актёра стали засыпать соответствующими вопросами — как фанаты, так и журналисты. Матс, понятное дело, не может раскрывать деталей проекта, но умудряется отбиваться пусть и общими, но не безинтересными собственными впечатлениями. В частности, он сказал, что его порадовал сценарий. «Буквально вчера я пересмотрел в поисках утраченного ковчега. Чёрт, как же он хорошо сделан, атмосферный, а какая история, это же образчик отличного сценария. Для меня это действительно большая честь — стать частью франчайза, на котором я вырос. И да, мне сильно повезло, мне дали почитать сценарий до того, как взяли на работу. Разочарований нет вообще никаких, понравилось всё до последней буквы». Миккельсон добавил, что ему разрешили самостоятельно проработать своего персонажа. Подразумевается, очевидно, внешний вид, манеры и прочие детали подачи. Это важно. Матс уверен, что Харрисон Форд не выглядел бы так круто в своей роли, если бы не колоритные персонажи вокруг него. Индиана — прямолинейный герой, и вокруг него обязательно нужен разительный контраст. «Пятого Джонса» режиссирует Джеймс Мэнголд. Постановщик предыдущих частей, Стивен Спилберг, не выдержал и ушел в продюсеры. Джон Кэзден, автор Хана Соло «Звёздные войны. Истории», написал сценарий. Премьера намечена на 29 июля 2022 года. Netflix опубликовал новый загадочный тизер предстоящего четвёртого сезона сериала «Очень странные дела». Ролик посвятили прошлому одиннадцатой. Нам показали радужную комнату в секретной лаборатории, в которой её и других одарённых детей обучали по специальной программе. Помимо сестёр и братьев Одди, ещё автор демонстрирует их папу — доктора Мартина Бреннера, который руководил проектом. К роли давнего злодея «Очень странных дел» вернулся Мэтью Модайн. В конце видео Одди распахивает глаза, когда к ней обратились. Можно было бы подумать, что героиня вспоминала о событиях из прошлого и пришла в себя, однако освещение в этой сцене говорит о том, что это Одди из прошлого, в той самой лаборатории. Или это уж очень реалистичная иллюзия девушки. Стоит отметить, что ранее фанаты «Очень странных дел» активно обсуждали теорию, что в новом сезоне герои отправятся в путешествие во времени. Тизер с прошлым Одди вполне мог намекнуть на такой поворот сюжета, если, конечно, это и правда не флэшбэк. Можно при этом предположить, что героиня попадёт в какую-то другую лабораторию, но в это верится с трудом. Напомним, что первый сезон «Очень странных дел» наша редакция поставила в пятёрку лучших сериалов 2016 года, а второй сезон — на третье место в списке лучших сериалов 2017-го. Правда, четвёртый сезон надо ещё подождать — он выйдет только в 2022-м. В британском городе Корнволл вовсю кипят съёмки первого сезона «Дома дракона» — сериала-приквела «Игры престолов». На первых кадрах, как вы помните, мы видели Мэтта Смита и Эмму Дарси, играющих Дэймона и Рейниру Таргариен. Но с тех пор площадка обогатилась новыми актёрами. Точно неясно, какие сцены снимают на побережье Корнволла и в замке на острове Сент-Майклс-Маунт, но гробница, построенная тут декораторами, будет использоваться для похорон одного из персонажей. Эти фотографии сделаны, как вы понимаете, любопытными местными жителями, но есть и официальные снимки. HBO показывает нескольких ключевых персонажей — Дэймона и Рейниру Таргариен, Отто и Алисенту Хайтауэр и лорда Корлиса Велариона. Дэймон Таргариен — младший брат короля Визериса и наследник престола. Отто Хайтауэр — десница короля, уверенный, что Дэймон представляет угрозу для власти Визериса. Корлис Веларион — это легендарный путешественник, морской змей, совершивший на своём корабле девять путешествий, описанных в одноимённой книге Мейстера Матиса. Теоретически, конечно, он должен иметь европейскую внешность, потому что, согласно Лору, Веларионы, как и Таргариены — выходцы из Старой Валирии. И они примерно так же выглядят — серебристые волосы и фиалковые глаза. И девицы дома Веларионов — единственные, с кем из других домов заключали браки Таргариены — больше ни с кем свою драгоценную валерийскую кровь те разбавлять не желали. Но теперь получается, что у Дейенерис были все шансы оказаться Афро-Таргариеном. На Disney Plus стартовал сериал «Звёздные войны. Бракованная партия» — это одновременно спин-офф и продолжение анимационного сериала «Война клонов», и вместе с тем своеобразный отряд самоубийц от мира «Звёздных войн». Сюжет стартует сразу после событий «Скрытой угрозы», где мастер-джедай Сайфо Диас, одарённый способностью заглядывать в будущее, разглядел видение грядущей галактической войны. Он утверждал, что джедаям нужна армия, чтобы сражаться, но совет отклонил его просьбу. Пока что вышло два эпизода, а всего их будет 16. То есть сериал завершится аж 13 августа. На Netflix появился анимационный фильм «Митчеллы против машины». Им занимались создатели «Человека-паука через вселенные» и «Лего-фильм». Кстати, этот мультик мы должны были увидеть в кинотеатрах ещё в начале прошлого года, но всю малину, как вы понимаете, испортил коронавирус. Как итог, Netflix просто выкупил права и сделал творение от Sony Pictures Animation своим эксклюзивом. Это мультфильм о том, как несуразная и совсем недружная семья Митчеллов сражается с разумными машинами, эволюционировавшими от одной обиженной создателем виртуальной помощницы. Так что ждите массу шуток про взаимоотношения людей и их смартфонов, апокалипсис наступающий при отключении Wi-Fi и сбои системы распознавания образов. Сингулярность, робоапокалипсис и проблема технологий, разъединяющих людей — здесь только внешняя обёртка, необходимая для того, чтобы поговорить о вечных ценностях, о семье. А для ценителей Netflix презентовал индийскую драму о парне, пытающемся преуспеть в классическом пении. Она так и называется — «Ученик». Главный герой стремится к совершенству, пытаясь бороться с посредственностью, непониманием окружающих и будничной суетой. Продюсером, между прочим, выступил Альфонсо Куарон, а на Венецианском кинофестивале лента получила приз за лучший сценарий. Это, заметим, вообще первый с 2001 года индийский фильм, попавший на фестиваль. Сценарий написал Чайтанье Тамхане в рамках своего обширного исследования индийской классической музыки. На это потребовалось целых два года. Джо Таслим подтвердил, что если Уорнер утвердит продолжение Мортал Комбата, то его герой Саб-Зиро вернётся в качестве призрачного ниндзя Ноба Сайбота, которого по канону воскрешает Куан-Чи. В беседе с The Hollywood Reporter Таслим рассказал, что нечто подобное планируется и в киновселенной. Говорит, это следующий шаг в развитии Бихана. Да, это очередная трансформация персонажа, но мы, конечно, ещё не знаем, будет ли сиквел. Если фанаты хотят, чтобы эта франшиза продолжалась, то есть большая вероятность, что следующим шагом для Бихана станет перевоплощение в Ноба Сайбота. Таслим отметил, что самое время скрестить пальцы, чтобы продолжению дали добро. Как признался артист, он очень хочет сыграть Ноба Сайбота. Однако ещё Джо Таслим хотел бы углубиться в предысторию Бихана. Честно говоря, самым интересным решением, на мой взгляд, было бы снять приквел — рассказать о Бихане и его тренировках в Элин Куэй. Актёр подчеркнул, что в приквеле можно было бы показать, как похитили героя и как убили его родителей. По его словам, фильм рассказал бы о том, как Бихан и его брат Куай Лян стали убийцами. Paramount Pictures показала финальный трейлер ужастика Джона Красински «Тихое место 2» с Эмили Блант и с самим Красински в главных ролях. В ролике на этот раз продемонстрировали много флэшбеков. Мы видим несколько напряжённых моментов, в которых Ли Эббот защищает детей от инопланетных монстров с обострённым слухом. Однако есть сцены из настоящего, в которых Эвелин в одиночестве пытается перевести детей в безопасное место. Как видим, женщина готова на всё ради защиты ребят. Премьера состоится 3 июня. Netflix выпустил первый и очень короткий тизер Arkane — экранизация League of Legends, одной из самых популярных онлайн-игр. В нём лишь мельком показали нескольких персонажей. Первый сезон планировали выпустить ещё в 2020-м, но из-за коронавирусной пандемии его перенесли. Глава Marvel Studios Кевин Фейги в одном из интервью рассказал, что изначально «Доктор Стрэндж» в исполнении Бенедикта Камбербэтча должен был появиться в финале сериала «Ванда Вижн», но от этой задумки авторы решили отказаться, чтобы не смещать акценты, а сценарий переписали. По словам Фейги, это было бы плохо из-за того, что всё внимание было бы приковано к персонажу Камбербэтча, и финал сериала просто превратился бы в рекламу следующего фильма с ним. Судя по всему, в сценарии «Доктора Стрэнджа» в мультивселенной «Безумие», который будет напрямую связан с сериалом, тоже пришлось внести правки. Кинокомикс выйдет 23 марта 2022 года. Что касается другого проекта Marvel фильма «Вечные», то Анжелина Джоли, играющая там героиню по имени Тенна, заявила, что эта лента внесёт совершенно новую атмосферу в киновселенную. Всё благодаря режиссёру и сценаристке Хлои Джао, которая, как вы помните, взяла «Оскар» за землю кочевников. По мнению актрисы, благодаря видению постановщицы «Вечные» станут чем-то абсолютно свежим для франшизы. «Я думаю, что она особенный режиссёр. Это действительно интересная и очень вдумчивая женщина, которая серьёзно относится к своей работе. Полагаю, Хлои Джао привносит новое видение в Marvel. Я безумно рада, что люди увидят это». Как также призналась Анжелина Джоли, недавний тизер она не видела. Зато ей уже довелось посмотреть трейлер. Получается, полноценная промо уже готова и ждёт своего часа. Marvel тем временем занимается не только подготовкой к премьерам «Вечных» и сиквела Доктора Стрэнджа, но и судебными тяжбами. Канадская компания Horizon Comics подала против неё иск, обвинив дизайнеров киновселенной Marvel в плагиате. Истцы считают, что та наглым образом украла дизайны костюмов нескольких ключевых персонажей. Для Horizon Comics это уже второй иск против Marvel. Впервые компания подала в суд в 2013 году, посчитав, что костюм Железного человека из Железного человека 3 частично заимствован из комикса Horizon Works Radix 1. Суд первой инстанции пришёл к выводу, что Marvel не нарушила права Horizon Comics. Всё из-за того, что художниками были как раз основатели Horizon Comics. В начале 2000-х, уже после выпуска собственного комикса Radix, они занимались комиксами Marvel про Тора и Людей Икс. Поэтому логично, что они оставили свой почерк и допускали самоповторы. В компании отказались от подачи апелляции. Horizon Comics потратила на суд полтора миллиона долларов — средств для продолжения разбирательств тогда просто не было. Но теперь пришло время для второго захода. Новый иск касается сразу нескольких фильмов Marvel. В частности, Мстители. Война бесконечности. В Horizon Comics уверены, что дизайнеры Marvel продолжили заимствовать из комиксов компании идеи для костюмов как Железного человека, так и других персонажей. В частности, костюм Железного человека из Войны бесконечности якобы напоминает костюм Максвелла из комиксов Radix. При этом из костюма убрали элементы, на которые Horizon Comics ссылалась в предыдущем иске. Так же считают в компании. Дизайнеры Marvel вдохновлялись комиксами Horizon Comics при создании костюмов Человека-муравья и осы. В Horizon Comics хотят, чтобы Marvel и Disney выплатили компании компенсацию и прекратили использовать её комиксы в качестве референсов. Конкретную сумму компенсации предлагается определить суду. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А на этом пока всё. Смотрите хорошее кино и до новых встреч на GSTV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова